В начале 2014 года в Чебоксарах, как и по всей стране, начали наводить порядок в сфере наружной рекламы. Тогда в силу вступил федеральный закон, согласно которому схему размещения рекламных конструкций должны утверждать органы местного самоуправления. Было демонтировано множество счетов. Однако и сейчас, спустя полтора года, приходится бороться с нарушителями. Выиграли аукцион, заключили договор с город-администрацией, установили рекламные счеты, нашли рекламодателей, разместили на счетах рекламу. По такой схеме работают фирмы, которые специализируются на наружной рекламе. Бизнес, как показывает практика, весьма выгодная. Тем не менее, одна из организаций после установки счетов в городу за места в течение длительного времени не платила. Итог – миллионные долги перед городом, судебное разбирательство и приговор фемидные счеты демонтировать за счет неплательщика. Данной организации был предоставлен месяц на добровольное исполнение решения суда. И вот сейчас это решение суда исполняется. Сегодня демонтировано пять рекламных конструкций. В течение этой недели будут демонтированы все оставшиеся у данной организации. На сегодняшний день было 28 рекламных конструкций. Кроме того, имелись и другие нарушения. Отсутствие подсветки, незаглубленные бетонные фундаментные основания. В общей сложности городская казна недополучила от фирмы-нарушителей около 12 миллионов рублей. Впрочем, кроме администрации столицы Чувашии есть и еще одна пострадавшая сторона – рекламодатели, которые заплатили за размещение рекламы на длительный срок. Специалисты отмечают, прежде чем заключать договор, обязательно проверьте, внесен ли щит, либо другая конструкция в официальную схему размещения. Нет ли у компании, которая предлагает место для рекламы долгов. Эту информацию можно найти на сайте городской рекламы или обратиться к сотрудникам учреждения.